И всем привет, мои секретики, и вы сейчас в моем канале Секреток, и сегодня с вами снова я, Селия, и сегодня у нас с вами пятница, а значит, как всегда выходит видео на тему обустройства. Ну и как вы уже могли понять, наверное, по названию этого видео, либо по обложке, то сегодня у нас будет обустройство новогоднее, а если бы точнее, то это новогодний домик, так что я хочу пожелать вам всем приятного просмотра, но мы не будем затягивать и уже поскорее начнем, а также не забывайте досматривать это видео до конца, ведь именно в конце я всегда оставляю вам результатик. Ну а еще вы можете брать идею этого обустройства, я, если что, на секундочку разрешаю брать идею всех моих обустройств, то есть вы можете делать абсолютно все такие же обустройства, которые делаю я, если они вам очень так сильно нравятся. Ну а мы все-таки начнем, и, конечно, начнем мы с обсуждения обустройства, а потом, если останется еще какое-то время, то поговорим, но на отвлеченные темы. Вообще, это обустройство новогоднее я решила сделать, потому что хочу поднять себе как-то новогоднее настроение, которого у меня, в принципе, особо как-то нет. Знаете, такая вся загрузка, что я даже не ощущаю, что скоро будет какой-то Новый год, либо еще что-то, я просто понимаю, что скоро-скоро все, уже закончится 2023 год, а я, типа, ну, не могу это осознать, не знаю, в общем, я знаю, понимаю, да, что будет Новый год, но не могу осознать этого. Ну, короче, как-то пытаюсь поднять все-таки свое новогоднее настроение, даже с помощью вот каких-то новогодних обустройств. Вроде получилось, чуть-чуть так. Повайбовали немножечко, я включала еще во время обустройства на колоночке песенки новогодние немножко, чтобы прям жесткий вайб Нового года словить. Ну, сейчас вот я монтирую, и особо нет уже вайба, но я надеюсь, что есть у вас этот вайб. Если нет, то я постараюсь его передать вам через это прекрасное обустройство. Обустройство, в принципе, не совсем сложно, это обычный домик, но обустраивала я его полтора часа. Хотя, казалось бы, на самом деле, не знаю почему, но в последнее время у меня и вправду уходит довольно много времени на обустройство, и это, скорее всего, из-за того, что я начала больше как-то удивлять внимание этому, то есть еще искать всякие вещи, ходить по локациям. Раньше я обустраивала только из креатора практически. Ну, в общем, вы, я думаю, поняли, что это обустройство делалось долго, потому что в среднем обычно в последнее время я делала обустройство где-то час. Вот. Либо больше чуть-чуть, либо меньше чуть-чуть. Ну, а сегодня полтора часа, это уже не больше чуть-чуть, поэтому считаем, что это такой был hard level, то есть тяжелый уровень. Но могу сказать, что результат меня порадовал, получилось все очень красиво, эстетично, и мне понравилось, в принципе, только единственное, мне не понравилось то, что кухня была какая-то не совсем такая заставленная, нежели чем другие комнаты. Вот другие получились более как-то заставленные, чем кухня. Хотя, ну, я и не знала, что в кухне еще ставить. Ну, и сейчас у нас пойдут новогодние обустройства, у нас осталось две пятницы, получается, да, вот это и следующая пятница до Нового года, и потом уже будет Новый год сам. Поэтому у нас идут новогодние обустройства сейчас, и следующее обустройство также будет новогодним. Я обустрою какой-нибудь новогодний магазинчик, наверное, с товарами новогодними. Вот. Поэтому ждите. И скажите, что вы рады тоже, что наконец-то заканчивается эта неделя уже учебная. Ну, может, кому-то еще в субботу, завтра надо идти в школу. Ну, я надеюсь, что многие будут отдыхать, потому что лично у меня эта неделя выдалась тяжелая, было много контрольных и множество всего прочего. Я думаю, что у многих также делитесь своими ощущениями, эмоциями в комментариях, как вы себя вообще чувствуете. Ну, и также расскажите, есть ли у вас тоже новогоднее какое-то настроение, вайп, если нет, то как вы его собираетесь получать, поднимать. Лично я, видимо, через току-боку. Нам разработчики и току-боку даже подарки выдают не новогодние на адвент-календарь, а обычные подарки, если бы точнее, то на тему нашего обновления, которое вышло уже несколько недель назад. Ну, либо недель назад, я точно, извините, датки не помню. Но суть в том, что это обновление вышло уже несколько недель назад, то есть это, ну, достаточно давно, и у нас до сих пор идут подарки вот такие. Новогодние. Каждый день. Ой, не новогодние, точнее. Они такие, типа, богатые, там, очки, шляпы всякие. Если честно, я не успеваю их выкладывать, я не успеваю получать подарки на токе, в токе. Извините. Тут уже чуть-чуть я что-то запинаюсь и так далее. Просто видео делаю как бы вечером, поздно вечером, вот. Ну, в общем, скажу, поделюсь, так скажем, своими тоже ощущениями, эмоциями, да, что у меня вообще творится в жизни, потому что, может быть, кому-то интересно узнать, что у меня в моей реальной жизни происходит. Но кто еще не знает, то у меня есть лайв-канал, как в Телеграм, в Телеграме, Телеграм-канал Ствикса, так он называется по-русски. Пишите просто Ствикса, все, и найдете меня сразу. Так, есть YouTube-канал Ствикса, там уже по-английски, но можете тоже написать по-русски Ствикса, и там я должна сразу найтись, потому что я такая уникальная с таким ником. Это мой ник, который я сама себе придумывала. Что я хотела сказать? То, что у меня достаточно загруженный сейчас график плотный, я даже не успеваю получать подарки в Токе. То есть, я сегодня даже заходила и получала подарки за два дня. Вчера я вообще легла спать в 11 вечера, у меня разболелась голова. Ой, не вчера, позавчера. Позавчера, да. И я не всегда успеваю делать видео, так как у меня есть еще дополнительные всякие занятия для экзаменов, потому что я в девятом классе, и мне нужно сдавать экзамены в конце этого учебного года. И, ё-моё, на подготовку остается уже полгода, это просто капец. Поэтому нужно усердно потрудиться, особенно еще над математикой. И пишите в комментариях, у кого-то тоже такие чуть-чуть проблемки с математикой. Знаете, я знаю таких людей, которые сначала в начальной школе были отличниками, да. У них все было хорошо, в принципе, все предметы хорошо держались и так далее. Но потом они начинают учиться хуже в старшей школе, так как идет математика, разделение на алгебру, геометрию, физику и так далее. У меня. Какая ситуация была у меня? Я математику никогда хорошо не знала. То есть, даже в начальной школе у меня были с ней очень такие некие трудности. Мне было считать сложно все просто, эти задачи сложные. Мне было сразу математика сложна. И сейчас мне тоже она так достаточно тяжело дается, особенно геометрия. Только научимся решать какие-то определенные задачи уже на следующий урок, а на другие задачи какие-то дает, и я уже не могу разобраться и понять, что вообще, а в чем суть этого всего. Ну, я просто в шоке. Алгебра еще более-менее, но я не люблю строить всякие графики. Ой, я, конечно, вам тут спойлерю, потому что, наверное, многие еще в начальной школе сейчас, ну, в начальных классах учатся, да, кто смотрит, наверное, мои видео. Ну, не знаю, может, кто-то и в средней. Но я, получается, уже в старшем, так скажем, звене. Вау! Я, значит, старшеклассница, что ли? Ну, я не хочу сильно затрагивать тему учебы, потому что это слишком нужно углубляться, чтобы вам все рассказать, передать. Если хотите, я на лайф-канале сделаю отдельное видео про какие-нибудь истории из школы там. Ну, это вряд ли, потому что не хочу это все выливать в, так скажем, интернет, который может очень быстро разлететься, и потом будет просто капец. Такого мне не надо разборок, да, всяких. Поэтому вряд ли я буду об этом говорить. Это уже мое, как бы, такое личное. Но нейтрально, конечно, я могу рассказать, кто знает, если я нейтрально расскажу, да. Я, кстати, очень много предметов набрала из других локаций, из почты и многого другого, как вы можете увидеть. Половину обустройства я здесь сделала именно вот за счет других предметов разных, потому что новогодних предметов в Креаторе вообще достаточно мало. Их, я бы сказала, даже не хватает. Я бы добавила намного больше предметов зимних. И я надеюсь, что когда-то разработчики сделают все-таки нам еще один зимний пак мебели какой-нибудь новогодний. Потому что, мне кажется, его в токе не хватает. Вот не хватает зимнего новогоднего туалета, там, душа, раковина, да. То есть в каких-то красных таких тонах. Ну, Happy New Year, короче, вы поняли, да. Поэтому, пожалуйста, разработчики, примите наши вызовы, сделайте нам еще один новогодний пак, там домик может новогодний какой-нибудь, и сделайте уже когда-нибудь такую штуку, режим, как смена времен года, чтобы можно было менять на весну, на зиму, на осень, на лето. Да хотя бы просто менять на лето и на зиму. Это уже будет какое-то достижение, знаете, в токе. Но, мне кажется, это нужно всем, и это, вправду, очень нужная деталь, которой не хватает в токе. А у нас, кстати, обустройство уже подходит к концу. Вот это я заговорилась. Даже ничего не успела и про обустройство, в принципе, сказать. Ну, ладно, в другой раз, значит. В общем, с вами была я, Асилия. Вы были на моем канале Секрет Тока. Видите сейчас результат на своем экране. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик и это обустройство. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А в комментариях пишите свое мнение и оценочку. Всем пока-пока и до встречи в новом видео.